Всем привет, меня зовут Кристина, мне 18 лет, я приехала из Петербурга в город Ханчжоу. На данный момент я учусь в университете, в Джодианском университете финансов и экономики. Университет очень большой на самом деле, тут очень много кампусов, всяких зданий. Что касается территории, здесь есть очень большая библиотека, где занимается очень много китайцев, так же и как иностранцы. Есть очень большой стадион, бассейны, спортзалы и так далее и тому подобное. Здесь также есть искусственное озеро, очень красивое. Город Ханчжоу также очень большой и очень безумно красивый. Мы очень часто с однокурсниками выбираемся прогуляться, пусть недалеко, но в очень красивые и близкие места. На данный момент я учусь на языковых курсах, вот уже закончился первый семестр. Экзамены все сданы, как промежуточные, так и финальные. Скоро начнется второй семестр в феврале месяце. Предметов у нас всего четыре, учителя также разные все. Плюс в чем в том, что учителя внедряют китайский язык в преподавание, и это правда очень большой плюс. В протяжении всего этого времени мы занимались очень усердно, но, к сожалению, сейчас трудно сказать, какой уровень у меня. Но я планирую сдавать четвертый HSK в ближайшее время. Также перед тем, как приехать сюда, мне предложили занятие онлайн с преподавателем Валерией, чему я безумно рада и благодарна. На протяжении двух месяцев, это был август и сентябрь месяц, она правда меня многому научила, чему я ей безумно благодарна. Как я уже и сказала, промежуточные экзамены были в конце ноября, и финальные уже закончились в декабре. Промежуточные были довольно-таки легкими, но к финальным экзаменам стоило подготовиться. Грубо говоря, не просто открыть книжку, почитать и закрыть, но готовиться нужно было усердно. А писать никак, просто нельзя было абсолютно, потому что, во-первых, пишем под камерами, во-вторых, учителя находятся в классе, это не один учителя, а два или более. Экзамены мы уже сдали все. Что касается второго семестра, во втором семестре я планирую окончить языковые курсы в этом университете, и, возможно, бакалавриат я тоже буду оканчивать здесь. Что касается HSC, то я планирую его сдать в этом году. После языковых курсов будут каникулы, естественно, я вернусь домой на небольшой срок, а потом я планирую вернуться и продолжить обучение здесь. Пока что не решила точно, на какой факультет, но, вероятнее всего, это будет гуманитарный. Что касается компаний, то безумно рада, что я обратилась к ним, потому что 24 на 7 ребята из компании были на связи всегда. Если возникали какие-либо вопросы, можно было обратиться к ним с легкостью. Несмотря на то, что компания только-только развивается, я всем советую, всем абитуриентам обращаться к ним. Я, конечно, советую никогда не бояться чего-либо менять в своей жизни. Пусть это будет не только учеба, но и кардинально поменять свою жизнь. Никогда не бойтесь этого. И если у вас есть мотивация, если у вас есть цель учить китайский язык, к примеру, то добивайтесь ее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!